история это не только каменные сооружения и артефакты в виде мумий кухонной утвари одежды украшений но и культурные растения согласно исследованиям николая вавилова в мире существует 8 регионов на которые приходятся основные центры происхождения культурных растений эти центры совпадают с местами древнейших цивилизаций на земле по этим же данным на районы высокогорного перу и боливии формально приходится до 10 процентов от всех культурных растений к таким растениям относятся весьма популярные сейчас в европе картошка помидоры табак определенные виды кукурузы тыквы перца земляника ананас и многое другое это многоуровневые террасы сделанные на склонах небольших углублений в горной породе и замкнутые в кольца и если самими горными террасами никого не удивишь в общем случае они встречаются в большинстве стран где есть горы то такие кольцевые террасы встречаются исключительно в регионе куска перу комплекс морай состоит из четырех круговых углублений разного диаметра и глубины формы комплекса при этом выглядят современными и точными архитектор морай безусловно заслужил бы 5 от преподавателя по геометрии главная проблема попытки понять зачем эти террасы делали таким образом морай находится на высоте 3500 метров но не в горах а на предгорном плато вокруг огромные поля есть озера эта местность и сейчас активно используется для выращивания различных культурных растений мало того рядом с самими террасами морай стоит огромный холм который уж если так хотелось легко можно было использовать под классические террасы тем не менее древние строители тратят огромные ресурсы чтобы как минимум подготовить ямы под полки террас делается подвод воды и все это для того чтобы сделать совершенно небольшую по меркам местного земледелия площадь для выращивания растений точный возраст комплекса не определен официально предполагается тройлемара инки 600 700 лет назад для проведения обрядов хотя никаких доказательств обрядового использования комплекса не существует по одной из форм комплекса можно очень примерно оценить какую сторону по компасу вытянута фигура получается примерно от 15 до 20 градусов от направления север-юг это совпадает с отклонением в направлениях мексиканскими пирамидами например комплекс тео-тео-кан отклонен как раз на 15 градусов от настоящего севера это совпадение не кажется случайным и косвенно определяет возраст объекта более 10 тысяч лет другая ближайшая аналогия фигур морай приходит фигурами из камней габикли т.п. турции действительно и габикли т.п. и морай могли использоваться и как часы и как агрокалендарь показывающий сезон и посадки растений какое время целесообразно выращивать и собирать урожай еще одна выдвигаемая версия комплекс создан для ведения экспериментального сельского хозяйства последняя мысль очень примечательно круговые стороны террас и различный температурный режим на разных уровнях могли по сути имитировать выносливость растений различных широтах при перепаде температур и что очень важно с разной длиной цветового дня таким образом морай является по сути настоящей древней лабораторией по созданию выносливых культурных растений по всему миру на первый взгляд нет ничего удивительного в том что очаги происхождения культурных растений совпадают древнейшими историческими центрами цивилизации при этом эти центры как правило находятся высоко в горах труднодоступной местности особенностью мест происхождения культурных растений является большое разнообразие одного вида первую очередь построенная на поле плаидии увеличение числа хромосом кратным образом так например исключительно в перу найдены виды картофеля числом хромосом 24 36 48 и 60 считается кратное увеличение числа хромосом повышает устойчивость культурного растения внешним фактором окружающей среды а также повышает его урожайность есть много объяснений тому почему цивилизации рождались именно высоко в горах конечном итоге это относительно легкое земледелие и безопасность хотя назвать проживание на высотах 3500 4000 метров комфортным настоящее время назвать трудно тем не менее вопрос что произошло первым цивилизация в горах или устойчивый к низким температурам культурные растения свою очередь произошедшие благодаря поле плаидии не кажется таким простым сам факт наличие амарай как место возможных испытаний растений говорит о том опыты в горах были вторичными по отношению к тем исследователям которые построили этот грандиозный комплекс зато ненавиде друг гриб накид Street Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...